Музыка Сегодня нам предстоит процедура озонотерапии. Слышали о такой процедуре? Не делали, еще не пробовали. Озон – это активная форма кислорода, которая достигается при внутривенном введении каждой клеточки нашего организма. Не волнуйтесь. Все, вы хорошо. Спасибо. Проходите. Никаких секретных разработок и дымящихся сосудов. Рецепт отличного самочувствия удивительно прост. Взять из природных запасов озон и доставить его к клеткам. Во-первых, вы не увидите ампул с чудо-лекарством, потому как их попросту нет. Препарат сам по себе не жидкий, а воздушный. Если выражаться правильно, то это озонокислородная газовая смесь. Во-вторых, хранится эликсир не в пробирке, а в озонаторной установке, которая подключена к централизованной подаче кислорода. В зависимости от того, какие задачи стоят перед врачом, он подбирает необходимую концентрацию озона. Сегодня к нам в клинику пришла героиня Вероника. Мы ей предложили процедуру озонотерапии, конкретно внутривенно. Озон обладает системным действием на организм, он обладает дезинтоксикационным действием, противовоспалительным, иммуномодулирующим. Он убирает синдром хронической усталости. То есть конкретно Вероника у нас обратилась к проблемой стресса, который её окружает. Кроме внутривенного введения, озонотерапию можно проводить местно. Он обладает противовоспалительным действием, противоотечным, обезболивающим. Он обладает также противовозрастным действием. То есть большинство женщин делают его как средство для убирания возрастных изменений. Используют при морщинках, при дряблости кожи, при целлюлите. То есть он является хорошим липолитиком. При введении внутрикожного он расщепляет подкожную клетчатку. Для достижения результата необходимо пройти курс из 5-7 процедур в год. То есть процедура комфортная, безболезненная, длится в среднем 15-20 минут. Показаниями для процедуры являются практически все заболевания нашего организма. То есть он устраняет дефицит кислорода в тканях, в клетках каждого органа, куда он поступает. Это и обменные нарушения, сахарный диабет, гипотиреоз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Он часто используется при невралгиях, при остеохондрозе, при синдроме хронической усталости, при кожных заболеваниях. То есть его спектр действия в дерматологии очень широк. Это и псориаз, и герпес, и аллопеция. Для озонотерапии есть противопоказания. Это эпилепсия, это нарушение кровоточивости, то есть кровотечение неизвестной природы, и гипотиреоз. Вероника перенесла процедуру хорошо, комфортно. Первый результат уже виден. У нее хорошее настроение, хорошее самочувствие. Она расслабилась, поэтому у нее все впереди, и все будет хорошо. Если вы, как и наша героиня Вероника, подвержены стрессом, плохим мыслям, настроению, приходите на озонотерапию, мы поможем. Продолжение следует...